Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы. Продолжается ремонт. Лёля показывает нам, что и как. Говорит о том, что вот сейчас у нас, мол, не так много места, а весной она планирует, не поверите, делать пристройку к дому. То есть комнат будет шесть или семь, несколько санузлов, ну прям мечта, мечта Лёлина. Планы наполеоновские у неё, но с ней, в принципе, всё ясно. Аппетиты растут у неё день от дня, а вот как бедные её хомячки, бедные её обожатели, что же с ними? Им придётся, я так предполагаю, снимать с себя последние трусы, дабы поддержать Лёлю во всех её планах и начинаниях. Она мечтала весной делать баньку, ну ту самую, которая аж за 600 тысяч рублей, плюс пристройку к дому. Честно, я в шоке, товарищи. И так её обожатели пишут комментарии типа, Оля, сейчас не могу ничего выслать, денег нет, детей у меня несколько, сами ждём зарплату. Но как только получу зарплату, сразу же отправлю тебе денежку. Блин, ребят, держите меня семеро. Сами сидят обожатели Лёлькины, простите, жрать нечего, не говорю за всех, но уверена, что основная масса, да? А детей собственных буквально отрывают, ждут зарплату. Вместо того, чтобы потратить её на свою семью, высылают наглой тётке, которая хоть, знаете, её золотом осыпь, вот с головы до ног, как в сказке, помните, про Раджу, это, по-моему, золотая антилопа. Так вот и Лёля, хоть засыпь её золотом и донатами, так и будет она вот по уши в этом золоте, по уши в этих деньгах орать. Мало, 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 маловато будет. Причём у Лёльки, знаете, всё и так нормально, она сама об этом постоянно говорит. Мясом завалены все морозилки, деньги есть, но нет, всё равно просит. Натура такая вечная просильщица, вечная просто вот действительно, вечно, вечно, вечно будет просить всегда, никогда это не закончится. Так что теперь её обожателем будет, ой, как непросто. Мне их, если честно, не жаль, взрослые люди сами решают, как им быть, пусть включают голову. Единственное, я говорю, жаль в таком случае вот их вот детей, да, потому что пишут вот такие комментарии реальные люди, то есть люди говорят о том, что вот мы живём, у нас несколько детей, да, вот, допустим, сейчас осталась там неделя до зарплаты, мол, самим типа там есть нечего, да, сами там уже на последние деньги живём, при всём при этом получают зарплату, и вместо того, чтобы купить своим детям что-то, они бегут отправлять бегом-бегом эти деньги лёльке, да. Ну, где логика, в общем, молятся за неё, ну, пусть, в принципе, продолжают это делать. Ну, а Лёля тем самым временем обходит свои владения, шастает по дому, причём обратила внимание, что шастает голыми ногами. Ну, и, конечно же, её защитники тут же начали в комментариях писать, и пусть это очень полезно, вы, правда, вы что, слушайте, вы совсем ку-ку? Она шастает этими ногами по строительному мусору, по грязи, по пыли, которая в доме, поскольку в доме идёт ремонт, и вы все могли наблюдать, что там творится, да. Она не ходит по морскому песочку, или не ходит по морским камушкам для того, чтобы, знаете, каким-то образом, как говорится, был массаж для ног или по зелёной травке. Нет. Она ходит по строительному мусору, а это вообще-то начнём с того, что помимо того, что это грязь, это ещё и очень опасно, учитывая, что тем более она беременна. Но Люлю, я смотрю, особо не волнует момент её беременности. Вот опять же повторюсь, помимо того, что ходит голыми ногами по непонятным грязным полам, да, не боится, не боится она ничего абсолютно. Говорит о том, что на улице уже об лёд грохнулась. Знаете, вот честно, не выглядит она как женщина, которая боится потерять ребёнка. Тем более до этого она уже теряла ребёнка и сама рассказывала, какой для них это был стресс и какая была трагедия. Женщина, которая уже потеряла ребёнка, должна, как говорится, дуть на воду. Но нет. Люля при этом таскает тяжести, всевозможные корма, скачет на лошади, падает на улице, об лёд, да, и ржёт над этим. Вот я думаю, она точно себя хорошо чувствует? Она вообще в себе? Или, наверное, скорее всего, вы знаете, мне кажется, что она уже просто заигралась и сама не видит никаких, как говорится, границ, да, границ дозволенного. Говорит, денег сейчас нет на вторую сушилку и стиралку. Но вы поняли обожатели? Обожатели уже вообще в шоке. Они не знают, что и на что донатить, куда бежать и что делать. То ли на адвоката скидывать деньгу, то ли на ремонт, то ли на вторую сушилку, то ли на стиралку. В общем, дурдом на выселках, правда. Люля, вот тебе совет. Получаешь зарплату с Ютуба, иди и купи себе и вторую сушилку, и вторую стиралку, и будет тебе счастье. Но нет, она не дура. Она привыкла всё покупать исключительно за счёт зрителей, как она говорит. Да, конечно, у нас же деньги есть, но насколько это приятно, когда тебе на твои какие-то планы, на твои мечты, мол, сбрасываются другие люди. Ну, да, действительно. Самое умное. А в свои... Вот, а Лёля, между тем, да, пока, значит, зрители ей скидываются на всё про всё, а она откладывает в свою кубышку. Хотя, в принципе, вот я думаю, куда ей столько денег. С собой на тот свет деньги точно не заберёшь. Они там не понадобятся, да. Деньги нужны для чего? Для того, чтобы их тратить. Может быть, конечно, она покупает жильё для своих детей и вкладывает, так скажем, в недвижимость. Ну, честно, я об этом ничего не знаю. Может быть, так оно и есть. Да, поэтому ей деньги просто жизненно необходимы. Другим они не нужны. А вот Лёльке очень нужны. Ну, вы знаете, вот Лёля так пытается из себя вот что-то корчить, корчить того, кем она на самом деле не является. Вот эти все её напыщенные улыбочки. Спасибо за 50 рублей. Спасибо за 100 рублей. Спасибо за 200 рублей. И какая разительная перемена. Как же она меняется тут же, когда уже просто задают вопросы другие люди, которые ей не донатят. Причём начинают агрессировать на своих зрителей за невинные, обратите внимание, друзья мои, невинные вопросы. Одна женщина спросила, «А почему Яков такой маленький спал в другой комнате, а не рядом с вами?» На что Лёлька грубо ответила в комментах. Что вас ещё интересует? Женщина пишет «Только это?» Лёлька отвечает «Жаль». Женщина говорит, ну, дальше продолжает писать сообщения, «Да уже и это не интересует». Вот скажите, это нормальный ответ? Я считаю, что нет. Там, кстати, эту женщину почти все поддержали и сказали «Да». Ответили в очень по-хамски, ну, Лёле сказали, что Лёля ответила по-хамски. Просто Лёля показывает, насколько она на самом деле не уважает своего зрителя. Терпит. Терпит только тех, кто ей донатит. И заметьте, пока донатит. Вот это очень важно. На простые вопросы, даже на простые вопросы отвечать не хочет. Да, то есть она «Вот, хейтеры, туда-сюда, вы навоз, вы в аду». За что? Только за то, что люди говорят «Хватит просить, хватит попрошайничать». Только за то, что люди, ладно, не нравятся ей вопросы о муже, не нравятся ей вопросы о детях мужа от второго брака. Ну, простите. Здесь женщина задала элементарный вопрос про твоего самого младшего сына. Почему он спит отдельно, не рядом с вами, ведь он еще очень и очень маленький. Обычный вопрос. Но нет. И этот вопрос ей не нравится. И заметьте, я бы поняла, если бы она так реагировала, если бы она была бы новеньким блогером, да, но у нее уже 570 тысяч подписчиков. Она на Ютубе несколько лет. То есть она должна быть уже такой пуленепробиваемой, да, в комментариях. Но нет. Причем сама же говорит, что меня ничем не проймешь, я, мол, такая толстокожая, ни на какие комментарии не реагирую. И тут же невинный вопрос ее обращает в хамство. Она просто уже хамит в ответ человеку. Вот в этом, знаете, вся сущность Лёли. Она улыбается только тем, кто платит ей копейку. И пока ей платят. Пока кидают деньги, а потом, в принципе, и те, кто не сможет ей донатить по каким бы то ни было причинам, да, вот эти вот ее обожатели. И с этими же людьми она потом будет говорить так же сквозь зубы, как и со всеми остальными нами, так скажем, да. То есть ты хороший, пока ты донатишь, пока ты можешь оказывать какую-то помощь Лёле. Но как только ты заканчиваешь это делать, она действительно будет разговаривать сквозь зубы. Так что, в общем, что здесь можно сказать? Лёля и рядом не стояла и не лежала рядом с Верой никогда в жизни. Вот, в принципе, и все. Как-то так. Вот такой, друзья мои, у меня сегодня получился обзор. Естественно, всех целую, обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя и своих близких. Конечно же, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну и для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Все. Всех целую, всем пока.